Жестокий Он добрый, он жалостлив к нам Печалью в нем отзвук, в нем отзвук высокий Плывет по неспешным волнам Знакомые вечные темы о том, как любви на беду Уже отсвели, отсвели хризантемы в осеннем прохладном саду И вновь я пустынно и пусто, и очень мне осень и жаль И я замираю, мне грустно, мне грустно и светлое в сердце печаль Мне труп громкозвучных не надо, поет возле сердца струна И тихого, теплого, теплого лада светает во мне глубина Жильем жизни забудет, валит тот памятный сердцу сеанс И кто-то на старом, на старом рояле играет жестокий романс Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-la Ла-ла-ла... С того, что я вообще не собирался быть певцом, я хотел быть актером театра и кино, и после нескольких неудачных попыток я поступил в театральный, а потом его окончил, получил диплом актерский, стал выступать в театре, но меня тянуло на эстраду, тянуло петь песни, моя мечта осуществилась, и в конце концов я пришел на эстраду, получил несколько званий, лавриата Всероссийского, Всесоюзного, но вот то обстоятельство, что я все-таки актер драматический по образованию, а не певец, определила всю мою дальнейшую работу. Я стал записывать песни в кино, озвучивая художественные, телевизионные, документальные и мультипликационные фильмы. Я назову лишь несколько фильмов, где могли слышать мой голос. Это фильмы «Рожденной революции», «Лекарство против страха», «Мелодия на двух голосах», «Несокрушимая и легендарная», «Шляпа», «Мария Веробелла», «Обыкновенное чудо», «Антарктическая повесть», «Бархатный сезон», «Пара красных яблок», «Снежные свадьбы», «Дульсинея и Тобовская», «Будь к себе», «Гражданин Лешка», «Мужские тревоги», «Люби меня, как я тебя», «Трава зелена», «Линия жизни», «Подкупом цирка», «Восточный дантист», «Петербургский тайник». Это около 70 художных фильмов. Ну, может быть, вы и не видели многие, потому что они где-то забылись. Но факт тот, что вот фильмы, где я пел в кадре или чаще за кадром, потому что на титрах я чаще пел на титрах. Но сейчас мне хочется начать немножко, знаете как, с такой немножко грустной песней. Это одна из моих первых записей. Я очень рад, что эта песня попала в мой репертуар. Она была записана мною к фильму «Белый снег России». Если вы помните и видели этот фильм, там рассказывается о очень интересной, трагической судьбе выдающегося русского шахматиста Александра Алехина, которого сыграл мой большой друг Александр Михайлович, замечательный актер, с которым мы на этой картине и познакомились. Там есть кадр, когда Алехин, это дело происходит в Португалии, уже там 45-е, начало 46-го года, он мечтает вернуться на родину, получил разрешение, и он идет по берегу моря, он уже болен. И за кадром я пою вот эту песню. Судьба порой закружит, как метель, Собьет с пути, куда-то вдаль погонит, И занесет за тридевять земель, Где от тоски душа ночами стонет, И только память свято бережет, И в трудный час твою множат силы, Гусей в осеннем небе перелет, И снег пушистый, белый снег в России. Нет, не врасти корнями глубоко, И не войти никак в чужое русло, Пусть от тебя Россия далеко, Но все равно ты остаешься русским, Ночами снится гриво спелой ржи, И васильки в нарядах ярко-синих, И видишь даже через рубежи Такой знакомый белый снег в России. И, может быть, наступит день такой, Когда смахнув непрошенные слезы, Обнимешь ты глазами край родной, Привнешь к земле, не чувствуя мороза, И тихо, тихо скажешь я из тех, Кого судьба песчинкою носила, А с неба будет падать белый снег, Неповторим белый снег России. А с неба будет падать белый снег, Не повторим белый снег России. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Кстати, эта песня записана мною для диска, Я привез вам к вашему вниманию два диска, Это песни из кинофильмов и песни романса. Вот на диске, где песни из кинофильмов, Там есть эта запись, Причем я не стал ее специально записывать к диску, Как это часто бывает, Потому что, знаете, как бывает, Песня в фильме прозвучала, Особое настроение, особая атмосфера была, А потом актер берет, переписывает его уже Просто в эстрадной студии, И немножко теряется что-то. Поэтому я взял эту фонограмму прямо, Что называется, Свистнул прямо с мусфильма И вставил в диски, Там даже в скобках написано Живая дорожка с кино. Там много песен, Которые я пел за свою историю, Там и Д'Артаньян, Три мушкетера, Там и Петербургские тайны, романсы, И, в частности, вот следующая песня, Которую сейчас услышите. Тоже в начале моей вокальной деятельности Я записал две песни к фильму, Которые стали моей, в общем, Как бы визитной карточкой, Путеводной звездой. Это фильм Марка Захарова Обыкновенное чудо. В этом фильме я записал две песни К композитора Геннадия Гладкова На стихе Юлия Кима. Ну вот попробуем, Сейчас исполню для вас песню волшебную. И это смешно, безрассудно, безумно, волшебно, Ни тонку, ни пробку, ни в лад, ни в попад Совершенно. Приходит день, приходит час, Приходит пик, приходит срок, И рвется связь. Кипит гранит, пылает лед, И легкий дух сбивает с ног. Что за напасть? И зацветает дрым трава, И соловьем поет сова, И даже тоненькую нить Не в состоянии Разрубить стальной клинок, Стальной клинок. В небе посмешно, безрассудно, безумно, Безумно, волшебно, Ни тонку, ни пробку, ни в клад, Ни в попад. Совершенно. Приходит срок, и вместе с ним Основный страх, и тайный шар, В восторг, и власть, И боль, и смех, и день, и свет В один костер, в один пожар. Что за напасть? Из миража, из ничего, Из сумаскродства моего друг Возникает чей-то лик, И обретает свет и звук, И плоть, и страсть, И плоть, и страсть. В небе посмешно, безрассудно, Безумно, волшебно, Ни тонку, ни пробку, ни в клад, В попад. Совершенно. Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Ах, сударня, вы верно согласитесь, что погода хороша, как никогда. Вот что супер я скажу, я и правда нахожу. Что погода не такая, как всегда. Ах, сударня, скажите, почему же этот вечер удивительный такой? Право супер может быть, это сложно объяснить. Ну, наверное, потому, что вы со мной. Ах, сударня, когда мы с вами вместе, все цветочки расцветают на лугу. Я скажу вам, сударь мой, мне бы надо быть домой. Но цветочки я обидеть не смогу. Как приятно и забавно, что я очень нравлюсь вам. Гу, а вы мне и подавно. Вот и славно. Трам-пам-пам-пам. Не расстраивай моей души воспоминания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Судьбы рука запечатлела, И на ночи лепечали свет. Судьбы рука запечатлела. Судьбы рука запечатлела. До революции был романс, а после революции это стало лилитической песней. Вот вам простейший пример. Я вам приведу даже такой. Ну, допустим, вот что это такое? Ночка от канц, спят облака, Бережит у меня на погоне. Это что это? Офицерский вальс военный. Он назывался потом солдатский вальс, потом случайный. А это «Ночь тиха, надалеко тихо светит». Вот вам, пожалуйста. Этот романс действительно второй. И написан был, как говорится, сто лет до этого. А этот военный. То есть, по сути дела, это мелодии разные, и тексты разные, и настроения вроде бы одинаковые. Это то можно назвать романс старинный, а этот романс как бы военно-полевой романс. По сути дела одно и то же. И вот эту, собственно, мысль мне и подтвердил замечательный композитор Никита Владимирович Богословский, с которым мы дружили домами и семьями лет 15. И эта дискуссия у нас там тоже была. И он всегда говорил, «Левничка, разницы никакой». Я вам сейчас приду пример непосредственно произведениями Никиты Владимировича Богословского. В фильме «Большая жизнь» во второй серии звучит вот такая замечательная песня Никиты Богословского, которую можно смело назвать романцом. Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною, с тихим утром майским садом, с гибкою рябиною, с вишнею черёмухой, даль мою туманную, самую далёкую, самую желанную. Как это всё случилось? В какие вечера? Три года ты мне снилась, А встретилась вчера. Не знаю больше сна, Я мечту свою храню. Тебя, моя родная, Ни с кем я не сравню, Мне тебя сравнить бы надо С первою красавицей, Что своим весёлым взглядом К сердцу прикасается, Что походкой лёгкой подошла нежданная, Самая далёкая, Самая желанная. Как это всё случилось? Какие вечера? Три года ты мне снилась, А встретилась вчера. Не знаю больше сна, Я мечту свою храню. Тебя, моя родная, Ни с кем я не сравню. А вот теперь роман с Никитой Богословского. Его уже принято в народе называть Роман Сорощина. Это фильм Разные судьбы. Почему ж ты мне не встретилась, Юная, нежная, В те года мои далёкие, В те года вежние, Голова стала белую, Что с ней я поделаю? Почему ж ты мне встретилась, Лишь сейчас? Я забыл в кругу ровесника, Сколько лет пройдено. Ты об этом мне напомнила, Юная, стройная, Об одном только думаю. Мне жаль ту весну мою, Что прошла неповторимая Бестерина. Как боится седина моя, Твоего локона. Как боится седина моя, Ты ещё моложе кажешься, Если я около, Видно нам встреч не праздновать, У нас судьбы разные, Ты любовь моя последняя. Бестеринная. Боль моя. Боль моя. Боль моя. Боль моя... Боль моя... Боль моя... А тоска по тебе все сильнее. Приходи, милый друг, я не сплю. Приходи и останься со мной. В темный сад растворил я окно. И река серебрится луною. О, скажи мне хоть слово одно. Я так счастлив, что снова с тобою. И опять, как бывало давно. Но я люблю и любуюсь тобой. Ой. Вот когда я вел эту программу, мне говорят, ну, романтику романса. Меня спрашивали, а как вы считаете вообще романс, это что за жанр? Насколько он сложный или легкий? Вы знаете, я пришел к выводу, что романс, может, это вам покажется и странным. Я считаю одним из самых легких вокальных жанров. И одновременно самым сложным. Простота и легкость романса заключается в том, что здесь нет подтекста. Никогда. Я уж переворошил столько романсов. Подтекста нет. Второго плана нет. Все открыто. Это любовь, ненависть, встреча, разлуки, страсти. Потом у цыганов хорошо это всегда получается. Казалось бы, в этом-то и просто. Что там придумано-то? Это же не песни бардов, где, знаете, пою одно, подразумеваю другое. Там, знаете, как я... У меня много сейчас. Собаки бывают дуры, и кошки бывают дуры, но дурость не отражается на стройности их фигур. И в глупости, и не в дикости. Все дело в статьях и в прикусе. Кто стройные, те достойные. А прочее, накость выкусил. Это Александр Игоревич. Ну, вы знаете эту песню, да? Знаете, конечно, ну, вот это второй, яркий пример второго плана. В романсе этого нет. Но в этом и сложность. Если ты сердцем, своим душой не чувствуешь, романса, на мой взгляд, нет. Как, впрочем, и любой песни. Потому что, особенно если у тебя песни лирические, лирические песни это просто, элементарно сказать, это объяснение любви на музыке. Когда уже человек просто говорить не может, он говорит, шептит, я люблю тебя. А она не слышит. Я люблю тебя, она не слышит. Начинаешь кричать, я люблю тебя, она опять не слышит. Я люблю вас, Ольга. Вот что такое пение. Это же есть просто уже, когда уже невозможно просто говорить. А когда, я помню, у меня был мой давно-давно, да, очень давно, юбилейный вечер в концертном зале России, который тоже уже давно снесли в Москве. После концерта был банкет, и ко мне подошел дирижер оркестра радиотелевидения и оркестр Большого Теха. Он говорит, слушай, я вот сидел в гостевой ложе, передо мной две дамы сидели, такие пожилые, в сеточках, в перчаточках. И когда ты пел романс «Не уходи, побудь со мною», одна к другой поворачивается и говорит, я никогда не думала, что это такой сексуальный романс. Представляешь, о чем я думаю? Я говорю, правильно. Ведь я же чаще всего слышу так, примерно. Тебя я лаская гневою, и обожгу, и утомлю. Обожгу — это одно, а утомлю — это совсем другое. Но русский язык — это же он богатый, потому что мысль же надо нести. Я не говорю, что так надо, Но я так понимаю, роман с любовью есть. Не уходи, а будь со мной, Здесь так отраданно и светло. Я поцелуями покрою Устаю, чем ты ничего. Побудь со мной, Побудь со мной, Не уходи, Побудь со мною, Я так давно тебя люблю. Тебя я лаская гневою, Я пожгу, и утомлю. Тебя я лаская гневою, Я пожгу, и утомлю. Не уходи, Побудь со мною, Былая страсть В моей груди, Восторг любви Нас ждет с тобою, Не уходи, Не уходи, Восторг любви Нас ждет с тобой, Не уходи, Не уходи, Побудь со мной, Побудь со мной, Я когда-нибудь оставлю все дела И куплю блед до дальнего села До преречной круч, где молодость прошла До Калины, что под окнами свела Ах, Калинушка, Калина, ты возьми Обними меня, как сына, обними По полям, где я бродил По полям, где я бродил Поводи меня опять Поводи, как сын Золотые зори наши, покажи Потеряй меня за рощицей воржи О любви моей, о первой, расскажи А было